Ну так в жизни произошло. Я же не ожидал, что такой лобовой удар будет. Тем более у нас была любовь, гармония и все. Как объяснить детям, что мамы все, нету? Друзья, всем привет! С вами канал Вася на Сене. И сегодня мы отправляемся к многодетному отцу Александру. Мы его проведаем. У него очень много новостей. Есть некоторые вещи, которые он хочет рассказать. Мы ему купили продуктов, потому что это очень важно. Также купили всяких сладостей, чтобы порадовать детишек. Ему очень сложно одному обеспечивать пятерых детей. Мы сейчас приехали к многодетному отцу Александру. Вон, я вижу, там на чердаке уже виднеются детишки. Сгоревший дом так и не отремонтирован. Пойдем потихонечку. Сейчас скользко тут у Саш. Привет, Саш. Как дела? Привет, вот это. Почусь, да, видите. Вон, банк. А, пустите. Отпустите, зареку сад. Отпусти. Сейчас мы петличку повесим. Александр, петличку! Давай, чтобы разговор писать. Давай вот так. Так, а это вот так. Вкуси Василюк. Вкуси Василюк. Так, давай, ага. Парочку пакетиков мыло. Сейчас, ага. Вот они сняли, вот они. Вот они. Давай, Вань, пакеты. Молодец. Так, привет, парни. Как дела? Нормально. Держите вам по пакетику. Тоже тут всякие вкусности вам. Всего-всего. Держите. Ну все, обязанности разграничили. Пойдемте дальше. Друзья, неделю назад у сына были очередные соревнования. И он занял первое место. Надолго думал, что ему подарить. Какой подарок. Хотелось что-то интересное, незаезженное, чтобы надолго запомнилось. И нашел такую крутую новинку, как Мазабрик. Это больше, чем конструктор. Это целый арт-объект. Суть очень проста. Нужно собрать картину с помощью пазла из любой фотографии. Лучше всего брать портретные фото, где изображены лица крупным планом. Так картина будет выглядеть круче и выразительнее. Я решил, что возьму фото с первых соревнований сына. А потом мы соберем его всей семьей. Кстати, что меня заинтересовало в Мазабрик, это то, что саму картину можно выбрать уже после покупки набора. А если вам неожиданно надоела картинка, которую вы собрали, то можно загрузить другую фотку и собрать заново. Такой вот бесконечный конструктор. Так что мы можем обновлять фото хоть каждую неделю. Чем не семейная традиция. Все просто. Загружаем фотографию, выбираем понравившийся вариант и скачиваем инструкцию по сборке. Думаю, что собирать этот пазл очень увлекательно, как небольшой компанией, так и в одиночку. Частички Мазабрик хранятся в небольших пакетах, что очень удобно, так как не дает деталям перепутаться и смешаться. Кстати, производитель Россия. Поэтому я еще и отечественного производителя поддержал. В общем, ребята, это отличный подарок. А самое главное необычный. Он не надоест, будет идеально дополнять интерьер и радовать вас. Кстати, мозаики есть еще и разных размеров. А вот такой у нас получился результат. Радует глаз. Так что вполне могу рекомендовать Мазабрик как подарок для друзей и близких. А еще по промокоду ВАСЯ вы получаете скидку в 20%. Переходите по ссылке в описании и заказывайте. Ведь это отличный вариант подарка, любимым на день рождения, годовщину свадьбы или по случаю долгожданной победы. Большое вам спасибо. Вот еще пакетик. Ага, давай. На балконе поставьте, потому что кошка там утащит. Давай, смотри, грязь осторожная. Да ты не поднимешь, она тяжелая. Пойдемте. Саша, машину ведете? Вот тоже я. А, в горах? Да, она стоит, вот она стоит. А, понял. Не, ну молодец, Сережа. Вот, отлично. Расскажи, как машина-то себя ведет. Машина вообще класс. Класс вообще. Я привык, да. Сначала, по привычке, ну еду под горку, ставлю на нейтралку. А мне ребята, товарка говорит, ты че, ее нельзя. Да, а я там без задней, ну как привычка, ну на механике. Раз, нейтралку. Она говорит, кайца, кайца. На автомате нельзя, конечно. Да, надо спросить, чтобы был на автомате. Конечно. Саша, четверо детишек, да, у тебя? Да, нет, еще пять. Пятый в армии, Славка. А, в армии Славка. Да, большой. Сейчас в лавку нужно прийти. Это вы здесь живете, да? Да, ну вот, грубо говоря, на чердаке, Сереж. Ну вот уже сейчас будет это, три года в мае, в мае, как погибла, 16 мая, как погибла жена. Дело в том, что три года назад произошла эта страшная авария, когда Саша возвращался со своей женой из города к себе в деревню, и внезапно из-за фуры на обгон вылетела встречная машина. Все произошло очень быстро, как говорит Саша, и он даже не успел среагировать. Тут вроде один, когда мы же подгорели в том году, вот сейчас уже прошел год. Да. Как мы живем здесь, вот на чердаке, грубо говоря. Утеплили тут, что, как? Тут вроде... Помнишь, мы просто почему тебе подарили машину? Потому что ты говорил, что вроде как ты договорился с администрацией... Ну, они... Они тут... Послушайте... Ну, тебе важнее машина, правильно? Ну, я мотаюсь. Сереж, у меня Саша учится в Козельске, в подборках. Конечно. Я туда еду, как черт на куличке. Конечно. Что туда еду, что обратно. Ну, я его не каждый выходной, а через... Через выходной. Эти двое у меня здесь рядом, в редьки. Вот. Оно хорошо. Сел быстренько, доехал, привез. Я посчитал нужным, важнее машина. Да. А что с домом, скажи? Так и не сдвинулось с домом. С домом. Понимаешь, тут приехал депутат. Ну, он приехал за обстановку, приехал, посмотрел, я все рассказала, посмотрел, все, дом, зашли вовнутрь, ну, там все уже. Вот. Он говорит, все, я с депутатами там поговорю у нас в администрации. Вот. Он поговорил, говорит, Саш, я, он говорит, давайте скинемся, семье поможем, потому что в семье все-таки мужчина остался один с четырьмя детьми. Тебе сколько лет сейчас? Мне 64. Вот. А вот девочки сейчас пять, Петьке будет восемь, Сашке двенадцать, Ваньке одиннадцать. Вот сейчас они в апреле, апрель-май тут все. Вот. Ты понимаешь? На машине, вот мне надо, например, доехать до Кондрова. Я тут дом списывал, в Калугу, ну, как тебе сказать, я их развез туда-сюда, сам за руль поехал мотаться. Ну, мне пока промотался, мне надо покушать им наварить. Вот сегодня щей навалили мы. Щей целую кастрюлю наварили мы. Вот. Щей наварили там, у нас манен, ребята у меня это, лук сажают сейчас свежий, видишь, зелененький порезали. Вот. То, то, монтут. Ну, я за руль этого снял. Не, это правильно. Ну, так вот скажи, значит, он сказал, нужно собрать денег. Да, он говорит, нет, давайте мы как бы сложимся, семьи, ну, там депутаты были. Да. Давайте ведь сложимся, сложимся, поможем семье. А там, говорит, все пошла реакция неоднаточная, вот мы ему поможем, другие будут обращаться к нам, вроде как бы это, получается, так, что страну довели до того, что они боятся даже вот нам помочь. – Вы здесь вот спите, да, Саша? – Да, все четыре, вот находимся уже год, год, понимаешь, год. – Где ты спишь? – Я сплю вот тут. – Вот этот твой, да? – Да, ну, она близко ко мне приходит, они, ребят, ходят, они говорят, ну… – Да. – Вот так вот, видишь, какие тут, смотри, вот тут, грубо говоря, пять метров здесь три с половиной, вот и все. – Это чердак получается? – Да, это просто утепленный. – Ну, да, здесь тепло, но, конечно… – Ну, а как они вот, они ходят? – Да, Сереж, тут, понимаешь, их когда нет, тут я чуть ли с ума не схожу, они все в школах, и один здесь, ну, что мерил, я то-то, то-то подал куда-то, и, ну, как тебе сказать, и все. То документации мотаешь, то по больницам, то лизонька какая-то, скачали какие-то улицы прыщики, ездил на Первомайку, там дочь говорит, это, говорит, ничего страшного, моллюск мы покупали. – Да, да, да. – У нее были тут на щеке какие-то точечки. Мы прижгли туда-сюда. – А сколько тут нужно на строительство примерно? – Дело в чем, нет фундамента, опоры нет, опоры. Он дом послевоенный. – И надо сносить. – Да, он списан, все документы все умеют, что он даже ремонт, в БТ я ездил в Калугу на Герцог, специалист привозил сюда самки. – Пойдем покажешь, что там в доме сгорело. – Пойдем. – Мы сейчас посмотрим как раз дом, где был пожар. – Вот тут где-то загорелась проводка. Что здесь? Я уехал в райсобес, тут что-то загорелось. – Ну понятно. – Вот отсюда, отсюда пошел пожар. Вот так вот кое-что тут. – Ну вон тут все позгорело, да. – Здесь все, ну куда, Сереж? – Что тут вообще? Тут даже ни о чем, не о чем говорить. Все как лили, все провисло буквально. Ты видишь, тут вообще труба. – Смотри, Дим, вот эта крыша, прямо ее вздуло, то есть она вздулась как-то, да? – Да, да. Ну и там лили как. Ну как раньше строили, раньше опилки насыпали для тепла. – И все стало гнить, да? – Да, надо, он сам по себе, он списанный, он сам дом-то. – Что жить здесь нельзя уже? – Ну как, ну как жить, Сереж? Вот доски, я почему балку поставил там, стоят с улицы? Потому что сейчас могут, чуть она еще сядет, и доски выпадут. Если бы даже круглый раз спал бы я, мне бы доской могло по лицу ударить, по лицу. – Прибило бы, да? – Прибило, да, ну если бы прибило бы. Ты глянь, тут все. Позалили, он видишь, весь сел, он сгнил. Тут фундамента нету, вот в чем дело. – Ну раньше так дома. – Да, раньше выкопали землю, камни накидали, песком жидким пролили. – Такие военные постройки. – Да, да. Мы стоим на очереди, по области туда-сюда. Сама директора говорит мне, «Саш, подожди, Александр Вячеславович, подожди два года». Я говорю, «Как же? Это что, мне два года еще жить с детьми на чердаке? Дети растут. Дети. Ты же видал условия какие? Девочка садится на горшочек пописать, мальчик становится рядом ведро писать. Ночью-то не будут они бегать в туалет. Ты понимаешь? А они же растут. А мне же сколько лет-то? Ну получилась жизнь и так. Мы не ожидали, мы жили, все нормально, мы никому не обращались. – Расскажи, какой папа? Строгий? – Нет. – Добрый? – Угу. – Любишь папу? Что бы ты папе пожелал? – Счастья, здоровья. – Во что вы играете с братьями, с сестричкой? – В догонялки и в прятки. – А во что больше всего нравится играть? – В догонялки. – А куда нравится ходить больше всего, ездить с папой? – В церковь. – В церковь? Какая твоя любимая еда самая? – Плов. – Плов? Папа готовит плов? – Ну, он не умеет. – Не умеет? А что папа лучше всего готовит? – Картошку. – Картошку жарить? – Как ты папе помогаешь? Расскажи. – Я всегда ему помогаю. Ужинать готовить. – Мечта есть какая-нибудь у тебя? – Нет. – Ну, может, ты что-то хочешь, какую-то игрушку там думала об этом? – А мне не нужны игрушки. – А что тебе нужно? – Дом. – Да. – Тесно на чердаке там жить? – Угу. – Скажи, какая у тебя сейчас мечта? – Серёж, ну как мечта? Мне хочется поднять детей. Я один их. Серёж, один, подумай, тяжело. Я хочу, чтобы они… Они и так… Мне все, все кругом любят. Клюхи их все любят. И я хочу, чтобы дети приносили общество, чтобы они были людьми. Чтобы я, как говорится, смог увидеть, как говорится, определить их счастье и жизнь. Чтобы они были, не были, как для государства, ни о чём. Чтобы я увидел и как поженил их. Чтобы дети росли. Что-то у них хорошее было. Сына я в армию проводил. Сын у меня, сын ещё старший есть. Он в армии служит. Перед армией я ему, как тебе сказал, подсказал, научил. Он тоже любит машины. Он сдал на права служить водителем. Сейчас должен прийти и звонить. Говорит, папуль, я приеду, буду помогать тебе, сынок. Я не брошу ребятишек. Серёж, тяжело очень об этом говорить. Так что хочется всё детям дать. Хочется, чтобы они у меня копают, дрова колют, возьмут. Мы что-то занимаемся по-честному. Берут топоры, пошли. Они колоть, картошку копают. Они себя поддерживают всегда. Да, они как душевно. Что-то они тут сказали. А, у нас мы что-то купили. Чеснок, что ли, мы купили? Они говорят, пап, мы чеснок посадим. Останется, мол, чеснок. Я говорю, мы сами скопаем рядочку, а мипраду. Вот как-то к земле, к труду. Я же тебе говорю, у меня самые маленькие, стирают они сами. Всё. Тут маленький, ему 5-7 лет. Он где-то испачкал штанишки такие светлые. Смотрю, налил водички. Порошку насыпал. Смотрю, раз-раз. Он говорит, как я смотрю, как чуть-чуть делаю. Прополоскал, выжил. Я говорю, давай, папу, я сам дай. Я тоже хочу это. Посуду мою. Все, все. Даже маленькой уже. Ей сейчас 4-5 лет. Маленькой кричать дайте. Я тоже, говорит, помогу. Чтобы было самому на душе приятно, Серёж. Ну, так в жизни произошло. Я же не ожидал, что такой лобовой удар будет. Он вылетел прямо из-под фуры. Прям, и всё. Как дал. Ты сознание потерял, да? Нет, сознание не потерял. Я выскочил, жена повесила сразу. Сразу, моментально. Потому что удар пришёлся на неё. Такой, наискосую. Да, да. С моей парой прямо её. Я-то подумал, что сознание потерял. Я-то выскочил. У меня дверь открылся, она не зажала. Да. Потому что ребята остановились, её через заднее сиденье отодвинули. Отодвинули её. Она висела. Мы думали, что она... Ну, сознание потерял. У меня тут уже рёбра были. Лёгкое завёрнуты. Всё. Зубы поврекли. Я вот так горит тут. Я вот так грудь. Я обезжал в машину. Оля, 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 Оля. А тут скорая приехала. Пульс померил. Я тут тоже Лёшка, кстати, знакомый. Лёшка говорит, Саша, всё. Ты понимаешь, мне сразу скорую. Я тут весь мокрый почему-то стал. Реакция какая-то пошла. И всё. И вот так произошло, Серёжа. Резко. Как тебе сказать? Глупо получилось всё это. Мы ехали спокойно. Никуда не выехали тут. По дороге. Ну да. Ты говорил, что пенсию снять. Что-то такое. Да, да. Скажи, Саша, что было для тебя самым сложным после твоей аварии? Серёжа, как тебе сказать? Самое сложное что? Нам можно как бы объяснить, что мама погибла. Понимаешь? Самое что. Мамы всё, нету. Тоже старшие, старшие были. Когда маму бы хоронили, старшие были. Они стояли, голову нагнули. Потому что вот. Они стояли. Они прекрасно поняли. А вот этим маленьким, они всё прекрасно. Я им всё разъяснил. Растолковал. Что мама наша погибла. Жизнь распределилась. Не спривали. Я хочу, чтобы вы были дружные. То есть это было самым сложным донести? Да. Для меня очень тяжело было. А вот это как бы, чтобы они... Ну, как объяснить детям, детям? Что-то она была и сразу резко нет. Как объяснить? Взрослый человек не может переварить, а они дети. Да. Тем более у нас была любовь, гармония и всё. Саш, сколько вы прожили с женой в общей сложности? С женой прожили где-то лет 12-13, грубо. Ну, я сейчас как-то не вот... Сейчас не могу тут всё... Когда я начинаю вот это вспоминать, мне очень... Начинаете, несмотря что 13-12 лет прошло, тяжело всё это. Тяжело. Вот это всё вспоминать очень тяжело. Если бы не было любви, я бы как бы проще переварил. Жена, моя семья были крепкие. Это вы во что играете-то? Догонялки. Догонялки? Ага. Расскажите, папа, какой? Строгий? Не, добрый. Добрый. Добрый? Да. Ну, бывает за что-то ругает? Ну, бывает. Если мы чередим. Если что делать? Чередим, куда-то лазим. А, ну, это верно. Это правильно. Куда вы любите больше всего с папой ездить? Ух, так. Калуга. Калугу? Да. Город нравится вам? Да, нормально. А что больше всего нравится? Театр. Мы там ходили. Забыл, что ли? В театр ходили. Не ходили. Не ходили. Не ходили. Ну, что ты врёшь-то? Кем бы вы хотели стать? Водителем. Водителем? Да. Ты давай. Водителем. Тоже водителем? Да. А водителем чего? Машин грузовых. Не, не грузовых. Грузовую. Я люблю. А ты каким водителем хотел быть? Жигули, Хундай. Вот ты на них будешь ездить? Да. Не, я бы его провозил. В принципе логично. Ну, в грязи хоть не застрядешь. Колеса-то огромные, чем у Хундай и у Жигули. Правильно, молодец. Хоть подумай. Я думаю. Да. Ладно. То есть профессию водителя, да, ты хочешь именно? А почему ты хочешь? Ты хочешь путешествовать? Да, я много читаю о книжках. А ты что хочешь, Саша? Ничего. Что? Как это? Кататься? Везде-везде. 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 По всему городу, что ли? Да. Ну, это хороший выбор. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Хорошие ребята. Да. Что еще будешь делать? Я думаю, что в футбол буду играть, если у меня мозги нет. А борода? Какая борода? Тебе надо вырасти. Мне борода не нужна. Футбол хочешь играть? Да, это много. Мы летом и так играли. Я знаю. А спортсменом не думал стать каким-то? А, мы спортсмены и так. Да? А чем занимаетесь? Боксом. Боксом? Да. Футбол играем, на турниках висим. Так, после бани в снег ныряем, после парной. Ага. Так, еще что мы делаем? Пробежку делаем. Утром зарядку делаем. Или ездим на велосипедах, кто быстрее до дома. Как помогаете? Хорошо. Таскаемся. А что бы вы папе пожелали? Самого хорошего. Чтоб он жив. Жив. Чтоб он был жив. Спасибо. Друзья, большое спасибо вам за просмотр. И если кто-то хочет помочь Александру, то под видео в описании я оставил номер Сашиной карты. И если у вас есть желание, вы можете ему помочь. Также не забывайте подписываться на наш канал. Ставить колокольчик, чтобы не пропустить новый выпуск. Большое вам спасибо. Крепкого здоровья. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok